Этот внедорожник Toyota Land Cruiser 215 года выпуска был обнаружен в Бишкеке пару дней назад. По словам специалистов, машина в нашу страну попала по отработанной коррупционной схеме. Автомобиля с ней и факты нарушения выявила госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. При растаможке лишь одного этого внедорожника в госказну недопоступило порядка миллиона трехсот тысяч сомов. Липовые документы обнаружили также у четырех завезенных элитных иномарок. В рамках выявленной коррупционной схемы по ввозу дорогостоящих автомашин на территорию Кыргызской Республики, таможенного союза, было выявлено несколько фактов злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников Бишкекского городского отдела по регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС. При постановке на учет автомашин марок Lexus, LX570, Mercedes-Benz, еще один Mercedes. По всем вышеуказанным фактам главным надзорным органам заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебным положением». Начато расследование. Финполиции говорят, всего за последние полгода коррупционным путем в нашу республику было завезено около сотни дорогостоящих автомобилей. Задержаны 35 из них. Поиски остальных продолжаются. В основном преступная схема выглядит примерно так. Потенциальный владелец машины приобретает ее в Европе или Прибалтике, записывает номера двигателя и кузова, приезжает в Кыргызстан и с помощью посредников и сотрудников департамента госрегистра по регистрации транспортных средств получает на машину кыргызстанский госномер и техпаспорт. Затем выезжает за рубеж, тем самым получая возможность беспрепятственно перегнать авто в страны ЕАЭС, уже без всяких таможенных платежей. По мнению специалистов, за все эти процедуры на руки недобросовестным регистраторам платят от 3 до 5 тысяч долларов. Официально те же самые услуги обойдутся в разы больше. Например, чтобы привести и законно оформить новенький автомобиль с 5-кубовым двигателем, владельцу придется раскошелиться на 15 тысяч долларов, тогда как мошенническими методами преступники обходятся 3-5 тысячами. Причем понятно, что с этих денег ни ТИИНа в бюджет не поступит. По этому вопросу я не могу вам дать никаких комментариев. Сейчас в этом деле разбираются компетентные органы. В будущем мы планируем как можно больше автоматизировать систему регистрации, чтобы впредь не допустить подобные преступные схемы. И в данном направлении мы сейчас плодотворно работаем. После вхождения Кыргызстана в состав ЕАЭС и вступления в силу всех норм Евразийского экономического союза, стоимость таможенных платежей на завозимые из-за пределов союза товары и продукты заметно выросли. Вместе с тем учет и контроль импорта и экспорта оставляет желать лучшего. Эксперты не устают повторять о необходимости создания единой базы данных, чтобы видеть всю интересующую информацию в деталях. Сведения, которые в таможне сегодня оформляются, в этот же день должны уже быть видны для налоговиков и для других контролирующих структур. Без вот такой единой платформы у нас никакой не получится борьбы с вот такими теневыми схемами серого реэкспорта и другими еще контромандными вещами. Отсутствие вот таких координирующих действий приводит к тому, что в том или ином ведомстве возможно проводить вот такие вот махинации. Но эти махинации один орган не сможет сделать. Здесь разветвленная сеть работает. Проблему нужно решать комплексно, считает Максат Мамытканов. Необходимо усилить совместную работу соответствующих государственных органов. Как рассказали нам в госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями, возможно скоро изъятые машины решением суда конфискуют в пользу государства. Ну а те, кто хотел таким образом подзаработать, теперь могут лишиться и машин, и денег, а некоторые и своих должностей, и даже свободы. Алексей Немашкал, Мирбек Айтикеев, Нурбек Копаров, НТС.